Украина лишилась Запорожья. Подводная лодка, названная именем областного центра, была захвачена российскими войсками. Информация об этом появилась в СМИ еще 21 марта, а 22-го над субмариной подняли Андреевский флаг – знамя военно-морского флота Российской Федерации. Инне Гогой удалось пообщаться с очевидцами случившегося. Подробнее об этом – далее в сюжете. По данным интернет-ресурсов, за время последних событий в Крыму экипажу подводной лодки «Запорожье» 8 раз предлагали перейти на сторону России. Но украинские моряки отказывались. 21 марта в СМИ появилась информация о том, что морской спецназ Российской Федерации захватил субмарину. Как пишут некоторые отечественные издания, корабли соседнего государства окружили наше судно, российские военные стали бросать в воду шумовые гранаты. 22 марта над подводной лодкой подняли Андреевский флаг. Экипаж «Запорожья» сошел на берег. Пострадавших среди них нет. Теперь на единственной украинской субмарине хозяйничают российские военные. То, как подводная лодка «Запорожье» перебазировалась в Южную бухту, Виктория Давиденко видела своими глазами и кое-что успела снять на мобильный телефон. На выходных женщина ездила в Крым, чтобы проведать и поддержать свою дочь, которая служит в одной из воинских частей Севастополя. Говорит, когда снимала эти кадры, плакала. Она была под Андреевским флагом, уже не под нашим флагом. Ни трезуба, то есть ничего, что напоминало уже об Украине, там уже не было. В целом, говорят запорожские военные, ситуация в Украине и в Крыму меняется с каждым днем. Политическая обстановка навколо Украины очень сложная, загостренная. Сейчас здесь нарушение российских военных на северном кордоне Украины. В Крыму также очень сложная, критическая. Продолжаются штурмы украинских военных частей, боевых кораблей. В том числе, сегодня отбылся штурм окремого батальона морской пехоты, который расширен в Феодосии. Российские спецназицы с ранку начали штурм, соответственно, захопили военное место. На сайте президента Украины появилась информация о том, что СНБО поручил Минобороны передислоцировать наши военные части из Крыма. Задача правительства – эвакуировать с полуострова семьи военнослужащих.